Руководитель делегации французского парламента Тьерри Мариани уверен, если бы Крым не воссоединился с Россией, там был бы фронт, как в Донецке и Луганске. Общаясь с жителями полуострова, французские депутаты получают множество свидетельств. Референдум о воссоединении отразил реальное настроение крымчан и за проголосовали более полутора миллионов человек. Об исторической памяти и французских акцентах крымской жизни, которым более века, в репортаже Виталия Каченко. Виталия Каченко Выбор исторический. И это, как отмечают иностранные парламентарии, придется признать всему миру. Ялтинская набережная для французской делегации как уголочек Родины. И определенное сходство с Лазурным побережьем действительно есть. Мало кто знает, что, к примеру, вот этот отрезок набережной, включая мол и корабельный маяк, строились по чертежам французского военного инженера Бертье де Лагарда в конце 19 века. И первые пальмы здесь высадили тоже при нем. К тому же, Ялта, вот уже более полувека, является городом-побративом французской Ниццы. И мэра этого городка с ответным визитом ожидают в Ялте этим летом. Так что, как видим, санкции дружесным связям действительно не помеха. Экскурсия по крупнейшему винодельческому предприятию на полуострове. На территории в 4000 гектаров высажено 45 сортов винограда, в том числе из Франции. Мы берем ваш пиногрив, оно набирает у нас 30% сахара, и готовим совершенно шикарный натуральный ликвид. Крымская коллекция уникальна. В винных подвалах Массандры 470 тысяч бутылок, прошедших страшайший отбор, покрыты пылью. Херес 1775 года, самый благородный напиток-экспонат. Вино находится в великолепном качестве. В 44-м году была освобождена Ялта. Это год моего рождения. Депутату из провинции Шампань этот солнечный напиток пришелся по вкусу. Санкции лишили Европу не только крымских вин, но и замечательных фруктов. Они настолько вкусны, что Европа сама не знает, что потеряла. Урок исторической памяти у монумента погибшим французам в годы Крымской войны звучит Марсельеза. При осаде Севастополя в этих местах погибло около 50 тысяч солдат. Это крупнейшее воинское захоронение за пределами Франции. Французские депутаты принесли красные гвоздики к братским могилам соотечественников. Несмотря на спекуляции, в западных изданиях с носителей застраивать мемориальный комплекс никто в Севастополе не собирается. Кладбище в хорошем состоянии. Я очень рад, что за ним ухаживают и очень благодарен властям Крыма и Севастополя. Они делают многое, чтобы сохранить память. Во время разговора с сотрудниками культурного центра «Альянс Францесс», потомками французов, проживающих в Севастополе, выяснилось, что многие из них принимали активное участие в подготовке и проведении референдума весной 2014-го. Наш выбор в 2014 году был осознан. Это выбор навсегда. И чем быстрее в Европе поймут, что это выбор осознан и навсегда, тем будет лучше Европа. Я очень внимательно отношусь ко всему, что говорят о тех событиях, которые были два года назад. Я считаю, что если бы в то время Крым не воссоединился с Россией, здесь был бы третий фронт наряду с Луганском и Донецком. Это вполне возможно могло быть. И важно то, что референдум отражает мнение людей. Глава французской делегации Мариани сегодня поздравил Дмитрия Овсяникова с назначением на пост временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя. На встрече договорились о сотрудничестве. В каких отраслях будет понятно сразу после отмены антироссийских санкций, в чем французы не сомневаются. Завтра иностранная делегация примет участие в торжествах, посвященных Дню военно-морского флота в Севастополе. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Крым.